Операционная платформа Google Android Кеплер это известный немецкий астроном и математик То есть у линейки I-63 SL Особенно новая модель есть Такая вот небольшая космическая тема Она и повторяется в оформлении То есть здесь как можно заметить В компактной коробке поставляют устройство И вот имеются такие вот изображения звезд и космоса Размещена информация по техническим характеристикам Коробка добротная То есть даже можно как подарок дополнительно не оформлять Имеется магнитный замок с краем Сама книжка заботливо лежит у нас в чехле И дополнительное устройство комплектующие Скрывайте внутри Это кабель USB, mini USB Инструкция, гарантия и сетевой адаптер для зарядки Комплектация весьма отличная И главная изюминка это комплектация За что мы можем поблагодарить разработчиков и инженеров Это конечно же чехол То есть как и в прошлых моделях Здесь у нас идет качественный чехол Из кожзаменителя Она у нас матовая Задняя поверхность резиновая То есть здесь вот так же имеется магнитный замок То есть книга во время эксплуатации Я вот сейчас держу руки То есть она не открывается самопроизвольно Отлично держится И вот здесь В отличии от Ониксбукс Аврора То есть я сейчас его Так же продемонстрирую Имеется То есть Кожаные вставки А здесь у нас конкретно резина То есть достать устройство сложнее В отличии от этого То есть держится оно здесь Понадежней Давайте попробуем достанем Рассмотрим на Ридер Без чехла Стоимость данной читалки На текущий момент 6500 рублей И так же доступна еще одна модель Коперника Она идет у нас без Аудио возможности То есть на ней прослушать нельзя Если вам Не нужны Не нужен функционал По аудиоплееру То есть вполне можно сэкономить 500 рублей И взять аналогичную модель Но без Возможности С произведения звука Такая вот у нас Компактная Читалка Используется Дисплей E-Link Pearl HD Экран очень качественный Сохранилась подсветка Moonlight Здесь у нас стало Немного получше У нее Изменилась Максимальная яркость Она стала чуть-чуть потусклее Но Само ощущение По экрану Мне кажется Стало Немного приятней Но Сразу скажу Что я тестировал Сразу несколько Ридеров За последнее время Со времени Авроры И Moonlight Действительно Лучшая подсветка Из тех Которые Видел ранее Это связано С тем Что здесь Имеется Светопроводящий слой И он находится Над дисплеем То есть Самой Самим чернилами И получается Что Цвет Распространяется Отражается От светлых частей И поглощается Темным Часте Получается Эффект Такой Что мы Светим Как будто Естественный Источник Цвета Это не устают Глаза Комфортно Чтение И приятное Восприятие Самого Текста Давайте Давайте даже Сравним То есть Аврора И Кеплер Аврора Активно Используется У нас Уже Более Полугода То есть Я здесь Предварительно Сейчас я Включу Установил Максимальную Яркость То есть Аврора У нас Ярче Запускаем Устройство В целом Операционная Система У нас здесь Google Android Но благодаря Внешней Оболочке То есть Привыкнуть Если вы работали Ранее То здесь Примерно Схожа Постановка Элементов То есть Используется Собственная Оболочка И удалены Все функции Которые Не связаны Телефон Например С планшетом То есть Здесь Именно Все Заточено Под Ридер Давайте Включим Подсветку То есть Можно Заметить На Видео Здесь У нас Подсветка Тусклеет Здесь На максимальной Яркости Она Ярче Чем Здесь Но По ощущениям На Теплере Все-таки Немножко Комфортнее Читать Чем На Авроре Но И здесь Вполне То есть Данную Ридер Используется Давно И Никаких Нареканий По этому Поводу У нас Нет Посмотрим По Начинке Нас Встречает Рабочий Стол Здесь Вводится Последняя Открытая книга Актуальные Четыре книжки И внизу У нас Имеется Интерфейс По Загрузке Программ Это у нас То есть Мы запускаем Книжку Например К сожалению Нет Сенсорного управления То есть Здесь Руками Не получится На вруже Кстати Сенсорный экран Был Здесь Его нет То есть Мы управляем Полностью клавишами Сами клавиши Можно перенастроить Мне кажется Сверху держать Кнопку вперед Более привычно И комфортно То есть Это в настройках Все настраивается Когда необходимо Можно вызвать меню То есть Здесь Выводим Меню С выводом По подсветке То есть Например Двигаем Джойстиком И Какую сторону Нужно То есть Меню Здесь можно Озвучить Шрифт Поменять Изменить Настройки Отображения Информации Повернуть экран То есть Настройки Все есть Можно Персонально Индивидуализировать Никаких ограничений В этом плане Андроид не накладывает Посмотрим По приложениям Здесь Предустановлено Приложение Галерея Музыка Смотреть Конечно Фотографии На экране Е-Link Немного Сомнительное Удовольствие Раз Производители Усердно Продолжают Комплектовать Читалки Этим функционалом Думаю Что кому-то Нужно Но вот Как вы можете Видеть Фотографии Вполне Разбираемы У нас Ученый Какой-то Был Фотографии То есть Можно разобрать Что это Дерево Все-таки И береза А не просто Какое-то Дерево То есть Вполне Все Разбираем И читаем Так Давайте Подключим Опять Подсветку Приложения Можно Ставить Все Но Есть одно Но Приложения Все-таки Лучше Когда оптимизированы Именно Под такие Черно-белые Экраны Если есть Например Фон Или Темная Подложка Кнопки Могут Просто Сливаться С фоном И это Просто Будет Неудобно Для использования Некомфортно Можно регулировать Подсветку Здесь у нас Регулируется Яркость Для теста Мы установили Максимальную Яркость Для экономии батареи Или вам Если нужно Комфортно Например Ночью читать Можно уменьшить И выбрать Все под себя Имеются Настройки Можно настроить Дату Дисплей Здесь у нас Регулируется Яркость Пробуждение Авто Отключение Экрана Отключение Томаута И Работа С памятью Доступны Карты MicroSD И Где-то 4 ГБ Встроенной Памяти Здесь у нас Есть Примерно 512 Под оперативно Доступны Из этого 2 ГБ Для хранения Данок 2,5 И 400 Для оперативной Памяти Остальное Занимает У нас Данные Есть Личные Данные Можно Сбросить Настройки Вернуться К заводским Посмотреть Вот здесь Боковые кнопки У нас Настраиваются То есть Можно Полностью Настроить Каждую кнопку Своё действие Разные Варианты Всё это Есть Если Вы левша Правша Можно Вполне Настроить Но Естественно Что Вы не Измените Отображение То есть Спектограмму На данных Кнопках Но Настроить Всё Можно Давайте Посмотрим Об устройство Сведения Google Android 2.3.1 Здесь Её Вполне Достаточно Можно Детально Посмотреть Расход Батареи Установить Программу Например Для Скриншотов Посмотрим Батарейку То есть Основной Потребляет Экран И По приложениям Приложения То есть Здесь Нет Wi-Fi И нет Google Play Поэтому Мы Заходим На Каком-нибудь Из Сайтов Где Можно Скачать Образ Программы Скачиваем Загружаем На карту И Запускаем То есть Разрешаем Неизвестные Источники Кстати Удивительно Почему Данная Функция Не активна По умолчанию То есть Приложения Всё равно Будут Ставиться С карты Памяти То есть Другого Способа Нет Можно Управлять Приложениями То есть Здесь У нас Предоставлен Номер Программа Есть School Reader Это Одна Она У нас Полноценная Я сейчас Это продемонстрирую Есть Фаберидер Фаберидер Раньше Я так Насколько Знаю Был По умолчанию На данном Устройстве Сейчас School Reader Мне кажется Более Функциональный Moon Reader Плюс Также Можно Установить Сюда Давайте Посмотрим По Программам По умолчанию Сможем Посмотреть Внутреннюю Память Каждый Файл Все это У нас Отрегулируется Книжки Фотографии Фон Проблем С чтением Карт Памяти Нет То есть Все 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 Можно Настроить На выходе Мы получаем Систему То есть Которую При желании И энтузиазме Можно Значительно Повысить Функционал Как можно Знаете Я сейчас Вот смотрю Наиболее Распространенные Форматы То есть Каждый Из форматов Можно настроить Под себя Сейчас Найдем Какой-нибудь Текстовый Файл Можно Нейт Ловить Сейчас Файл Б2 Найдем То есть Листать Можно Клоками Например Непод То есть Можно Выбрать Клоков Клоков Ридер Фб Ридер Оникс Ридер И приложение Будет У нас Открываться В этой Программе Для каждого Файла Можно настроить Под себя То есть Все Что вы Хотите Какие Есть у вас Предпочтения Пожелания Все это У нас Настраивается Очень удобно Полноценный Клоков Ридер Здесь Непривычно То есть Если Нужно Думаю Подольше Работать С этим Устройством Можно Смотреть Работать Программа Запускать Останавливать Очень Долго Работает Автономно Эта читалка Кстати Больше Чем Аврора Читалка В плане Функционала Очень удобно Она Хорошо Держится В руке Можно Без проблем Положить В карман Пиджака Или куртки Не отягощает И в чехле И так То есть Спокойно Держать Одной рукой И читать Тяжести Особо Нет Усталости Рук Нет Читать Текст Комфортно Большие Файлы PDF Запускаются Очень Быстро То есть Никаких У меня Нареканий В этом Плане Нет Придраться Сложно К чему То Но Косвенно Может Это Сенсорный Интерфейс Но Можно Ли Это Считать Критичным Я Не могу Сказать То Конечно Непривычно Работать С Андроидом Без Без Сенсорного Интерфейса Но Как Есть Так Есть Уж Ну Привыкаешь Уж То есть Воспроизводится Музыка Можно Это Слушать Звук Вполне Приемлемый Но Музыка Естественно Сокращает У нас Работу Устройства По Портам Что Здесь У нас Выведено Есть Порт Мини USB Для Зарядки Слот Для Карты Аудиоразъем И Кнопка Включения Весь Набор Портов Выведен На Заднюю Грань Еще Имеется Такой Небольшой Участок К сожалению Какого Факционала Не Несет Даже Странно Мне кажется Монолитный Корпус Было бы Интереснее Качество Исполнения Отличное Скрипта Илюфта Детали Нет Данный Ридер Мне Понравился Он Получает Награду Золото Выбор Редакции Мегаобзор Точка Ком С удовольствием Отвечу На Ваши Ваши В Комментариях Подписывай Наш Канал Впереди Еще Много Интересного Всем Спасибо Всем Пока С удовольствием С удовольствием С удовольствием